Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря. Данные по рынку труда США. Первичные заявки на пособие по безработице. Этот релиз выйдет в 13.30 по GMT. Далее в 15.30 состоится выступление главного экономиста Европейского центрального банка Филиппа Лейна. Не думаю то, что его речь сможет оказать какое-то значительное влияние на евро, тем более что касательно долгосрочных перспектив евро мы уже во всем разобрались. Если Европейский центральный банк транслирует идею того, что прогресс с снижением инфляции исключителен и достаточен для того, чтобы начать смягчать монетарную политику, я думаю, что это произойдет очень скоро. Поэтому, в целом, забегая вперед, я еще раз подсвечиваю вам перспективы того, что евро с большой долей вероятности останется под давлением. Индекс доллара текущей котировки 103.87. В целом, этот инструмент остается вблизи двухнедельного максимума и, по сути, держит позиции рядом с отметкой 104 пункта. И, в целом, я думаю, то, что американская валюта, которая раньше была заряжена на сохранение бычьей динамики из-за перспективы все-таки того, что ФРС будет долго удерживать текущий уровень ключевой проценты ставки. Доллар в связи с этим не должен уступить инициативу продавцам. Из последних событий, как вы знаете, в целом на этой неделе каких-то серьезных отчетов нету. Накануне их тоже не было. И единственное, на что можно сейчас опираться, это на комментарии представителей американского регулятора, в частности, Лоретты Мейстер и Нила Кашкари, которые очень много говорили о прогрессе, который удалось достичь регулятору в борьбе с инфляцией. Но этот прогресс еще недостаточно, чтобы американский регулятор начинал вот сейчас уже в текущих условиях корректировать монетарную политику и снижать ключевую процентную ставку. Очень большой акцент, кстати, Мейстер сделала на прогресс на рынке труда. Мы, собственно, об этом говорили, потому что очень серьезный рост именно в показателе занятости количества новых рабочих местных хозяйственного сектора. Это тот индикатор, который доказывает, может быть, даже относительный перегрев этого сектора и будет оставаться бустом для того, чтобы динамично росли заработные платы, в целом восстанавливалась экономика и показатель инфляции уже не демонстрировал того мощного, устойчивого, нисходящего тренда, к которому мы привыкли еще, по сути, в прошлом году. Но сейчас ситуация, как вы знаете, ориентируясь на данные по индексу потребительских цен, позволяет нам говорить, что есть признаки усиления этого показателя еще из-за внешне-геополитических факторов, которые тоже нельзя списывать со счетов. Поэтому понятно, что ФРС придерживается риторики, что самая лучшая тактика сейчас — это сохранить статус-кво и выжидательную позицию. Об этом мы и будем говорить дальше. И пока точка зрения рынка и американского регулятора не изменится, я думаю, что в целом в конечном счете индекс доллара выйдет выше 104 пунктов. Сегодня отчет по заявкам. Ожидается рост количества новых рабочих мест, точнее первичных заявок на пособие по безработице на 220 тысяч. Это несколько ниже, чем показатель позапрошлой недели, когда рост составил 224 тысячи. Соответственно, если мы увидим такие цифры, то у нас будет возможность говорить о сохранении прогресса на рынке труда. В целом я уже об этом сказал на основании инструмента по росту количественных рабочих мест, если есть хозяйственное сектор. Золото — 2031 доллар за тройскую унцию. Сейчас по сантименту нет хороших сигналов. Расстановка сил продавцов и покупателей — 50 на 50. Десятилетний трежерис, кстати, сейчас держится на отметке 4,1%. И я ориентируюсь опять же на потенциал роста курса американского доллара и на то, что американские облигации будут все-таки удерживать позиции выше планки от 4% доходности. Поэтому ориентиры по золоту — это все-таки снижение пока что в перспективе ближайших недель в районе 2 тысяч долларов за тройскую унцию. Доллар иена — 148,50. Ранее я делал акцент на макроэкономическую статистику из Японии, в частности, на динамику роничных продаж, на темпы изменения заработной платы. Во всех этих релизах мы с вами нашли подтверждение того, что индекс потребительских цен и инфляции все-таки демонстрируют признаки для снижения. И интересно дождаться теперь уже общенациональный показатель по инфляции в Японии за январь. Но я думаю, что там будут значения еще ниже, чем в декабре. И поэтому заранее транслирую идею того, что у нас с большой долей вероятности будет возможность говорить о том, что Банк Японии точно не скорректирует монетарную политику. И чем сильнее вот эта уверенность рынка в том, что контраст режимов Федрезервы Банка Японии сохранится, тем, соответственно, динамичнее мы наблюдаем за развитием роста валютной пары. Наша цель 150. Доллар канадец. Хочу обратить ваше внимание на эту валютную пару, потому что, на мой взгляд, канадский доллар слишком сильно укрепился в последние дни, хотя в основании для этого не было. Котировки по паре 1,3450. Из отчетов последних недель стоит отметить данные по инфляции. Инфляция остается довольно низкой в Канаде, 3,4%, точно такой же показатель, как в США. Но здесь нужно понимать, что канадская экономика гораздо в более уязвимом положении, чем американская экономика. И она нуждается в дополнительном экономическом стимулировании. И этим стимулированием вполне может стать более раннее снижение ключевой ставки в Канаде. Поэтому многие эксперты сейчас допускают, что регулятор Банк Канады может пойти на это решение уже в апреле. А из релизов, также на которые стоит обратить внимание, это данные по индексу по производственной активности 45,8. Показатель, по сути, восьмой месяц подряд индекс находится в зоне стагнации. Число выданных разрешений на строительство минус 14%, декабрьская статистика в ноябре тоже было снижение на 5%. И на всем этом канадский доллар сейчас укрепляется. Но думаю, что очень серьезным индикатором, наверное, очевидной слабости канадской экономики будет завтрашний отчет по канадскому рынку труда. Ожидается рост уровня безработицы с 5,8 до 5,9%. Ну и, конечно же, динамика новых рабочих мест тоже будет оставлять желать лучшего. Поэтому я рассчитываю на то, что канадский доллар все-таки перейдет к снижению. И в качестве ориентира по паре доллар-канадец рекомендую смотреть на закрепление пары выше уровня 1,35. Рынок нефти 79,50. Немного нелогичное движение сейчас. Ну, может быть, его объяснить, возможно, техническими факторами, но фундаментальный фон исключительно на стороне продавцов. Во-первых, отчет от администрации литератической информации, который сообщил о том, что в планах у производителей США увеличить добычу в этом году еще почти на 200 тысяч баррелей. Это учитывая то, что и сейчас в США рекордные объемы нефтепроизводства. В связи с этим растут запасы. Вчерашний отчет тоже по запасам. Рост на 5,5 миллионов. И, как я и говорил, мы обязательно дождемся данной по инфляции. Китай сегодня, опять же, этот релиз вышел буквально на несколько часов назад, и фактические цифры, как и ожидалось, исключительно плохие. Минус 0,8% снижения. В годовом выражении прогноз был снижение на минус 0,5%. Индекс цен производителей тоже сильно просел на 2,5%. И делаем вывод о том, что и снижается спрос на внутреннюю продукцию, снижается потребительская активность, и это, в свою очередь, может затормозить экономическое восстановление Китая и негативно отразиться на показателях спроса на углеводороды со стороны основного потребителя нефти в мире. Я ожидаю развития нисходящей динамики и движения бренда в районе 75 долларов за баррель. И что касается американского фондового рынка S&P 500, друзья, 5012 пунктов. Сейчас всех поздравляю с достигнутой масштабной целью, которую мы поставили много месяцев назад, будучи уверенными в том, что американский фондовый рынок обязательно затащит на эти уровни, опираясь на определенную ситуацию и динамику долгового рынка, на оптимизм, связанный со сезоном квартальных отчетов, и надеждами все-таки инвесторов на то, что рано или поздно американский регулятор все-таки начнет снижать ключевую процентную ставку. Цель достигнутой я предлагаю уже не искушать судьбу. Рынок дал возможность прилично заработать, и можно на какое-то время оставить этот инструмент в покое. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!